В эфире телеканала НТ Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Один человек погиб и двое пострадали. В пригороде Махачкалы взорвался газовый баллон в грузовой газели. Об этом через минуту. Попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжаются. Крупное заседание с участием главы республики и духовных лидеров прошло в Доме дружбы. Квалифицированная помощь специалистов, лабораторные исследования и УЗИ. Какая категория граждан может получить бесплатную медицинскую помощь, расскажем в выпуске. Кто теперь под десятым номером? Состав махачкалинского «Динамо» пополнился атакующим полузащитником из Ирана. В пригороде Махачкалы из-за взрыва баллонов в грузовой газели погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. Трагедия произошла сегодня на трассе у поселка Шамхал. В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля. Из них один погиб на месте, двое доставлены в РКБ имени Вишневского. Как уточнили в ведомстве, в грузовике было еще 10 кислородных баллонов. Место происшествия отцеплено пожарным расчетом. Росподребнадзор подтвердил наличие ртути на столе шахматистки в Дагестане. Напомним, одна из участниц по шахматам пыталась отравить свою соперницу. С помощью камер видеонаблюдения было видно, что конкурентка нанесла неизвестное вещество на стол, за которым играла у Майгана Атасманова, после чего ей стало плохо. В этот же вечер специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Росподребнадзора провели измерение рядом со столом и обнаружили отклонения от гигиенических нормативов. На столе были обнаружены шарики ртути. Специалисты провели демеркуризацию. Это способ удаления ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления. Повторное исследование, которое было проведено на следующий день, показало, что содержание концентрации паров ртути в воздухе закрытых помещений не превышает предельно допустимых концентраций. В связи с этим было принято решение о продолжении соревнований. В Дагестане есть риски срыва сроков строительства новых мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщили Роспотребнадзори Республики. В ведомстве отмечают, что строительство трех новых мусоросортировочных комплексов раньше 2026 года не закончится. Напомним, что объекты обработки отходов планировали запустить в Хасаюртовском, Кумтаркалинском и Дербенском районах в конце этого года. Общая мощность предприятий по сортировке мусора по проекту составляет 950 тысяч тонн в год. На эти средства за два года были направлены более 6,5 миллиардов рублей. В Доме дружбы Махачкалы под руководством главы Республики прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В нем приняли участие духовные лидеры региона, в том числе и муфти Дагестана, шейф Ахмад Афанди, члены правительства и главы муниципалитетов. Особое внимание на встречу было уделено вопросам тесного взаимодействия между народами и конфессиями. Подробнее смотрите в сюжете. Открывая заседание, глава Республики подчеркнул, что межнациональный мир в регионе является результатом кропотливой деятельности всех уровней власти, руководителей религиозных и общественных организаций. Сергей Меликов поблагодарил духовных лидеров Дагестана за работу по сохранению мира и согласия в обществе. Особая роль в сохранении межконфессионального согласия принадлежит духовным лидерам. Я хочу поблагодарить и шейф Ахмад Ахаджи, и Владыку Варлааму, и Валерия Шемиевича за важную проводимую работу по сохранению согласия в обществе, организацию гуманитарной помощи военнослужащих, а сейчас и курянам, пострадавшим от нападения. Уже вчера фонд «Инсан» доставил первую гуманитарную помощь из Дагестана. Но в Теяр Республике совместно с фондами сегодня ведет очень важную работу. В том числе по поддержке здесь у нас на территории нуждающихся, многодетных. В очередной раз недавно убедился, что наш муки не просто духовный лидер, но и настоящий патриот Ордины. Об этом, наверное, мало кто знает. Потому что не принято говорить. Но я с вашего разрешения все-таки об этом скажу, уважаемый Ахмад Ахаджи. Когда 11 человек из его близкого окружения отправились добровольцами на специальную военную операцию, буквально на днях их проводить. Каждый из них сделал достойный выбор в сложное для страны время, а встать на ее защиту. Конечно, огромную роль в принятии этого решения сыграли не только мужество и силы духа, но и наставления наших духовных лидеров. Глава региона также отметил, что продолжаются попытки раскачать религиозную ситуацию в республике. Он призвал продолжить проводить активную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Мы с вами видим, что через лживую трактовку, в том числе религиозных предписаний, причем она, эта лживая трактовка, абсолютно не останавливает людей, которые по большому счету совершают большое грехи, они пытаются формировать у наших жителей радикальные взгляды, склонить их к экстремистской террористической деятельности. Многие из экстремистских телерам-каналов связаны с распространением прямой проукраинской пропаганды. С начала специальной военной операции они распространяли призывы избегать мобилизации, поддерживать украинские насморирования, затем события в аэропорту. Продолжаются попытки раскачать религиозную ситуацию в республике и сегодня. В мероприятии приняли участие представители всех уровней власти, общественники и духовные лидеры региона. В своем выступлении Муфти Дагестана сделал ряд предложений по борьбе с экстремистскими проявлениями в обществе. Есть люди, которые хотят раскачать здесь в республике такие настроения, такие ситуации на национальной почве и на религиозной почве, на земельных вопросах и они сами прячутся кто-то за компьютером, кто-то за кем-то. А раньше люди воспитывали общество. В каком смысле Джаннахат обсуждал этого человека, а Ксакаля обсуждали это. Если не скажем, есть органы соответствующие, которые все могут в марке. Если знать, кто за этим кругом стоит и сказать, мы составляем список подлецов, мы составляем список продажных людей. И в такое время, когда государство испытывает такое тяжелое время, и санкции там зарубежные, и СВУ, и здесь республики, и экономики, и другие моменты, так еле-еле мы держим. И они в это время умудряются, у них хватает смелости или, не знаю, сказать, подлость, где-то все поднимать здесь шум, создать такие проблемные ситуации. Хотя бы если им скажем, мы список составляем, мы вас знаем. А вот эти списки, если Джанна будет обсудить, если Аксакалы будут, я думаю, этого будут бояться. Почему? Потому что Камерлан, когда будет сто лет ему, и дети скажут, мой дедушка, мой отец был беремен. А тех подлецов, внуки скажут, мой дедушка был подлецом и продажен человеку. Вот это, говорите, они не захотят. Поэтому, я думаю, где-то с той стороны тоже, если чуть-чуть обратить внимание, или имена называют, или что-то делают, наказание какое-то, что-то было. Хотел называть этих людей дагестанцами, которые вот сейчас вот хотят раскачать ситуацию. В завершении заседания глава региона предложил парламенту проработать закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане, чтобы он начал действовать в полной мере. Напомним, что этот закон был принят еще 25 лет назад в целях недопущения радикальной идеологии в республике. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Многодетные семьи участников СВО получают бесплатное медицинское обследование в Махачкале. Так, одна из семей Джабраиловых посетила первую городскую клиническую больницу. ИСМОНАД и четверо ее сыновей прошли полный осмотр. Это ультразвуковое и лабораторное исследование, а также консультации профильных специалистов. Это, конечно, очень удобно с четверымя детьми разом пройти диспансеризацию, чем ждать в поликлиниках, очередях. У нас работа, домашний быт, суета, у нас никак не хватает времени. А это очень, как бы сказать, и нас из дома забрали на машине и привезли сюда и обратно отвезут. Это тоже очень удобно. Глава Минтруда Республики Магомед Загид Кихасуров лично посетил больницу, чтобы проследить за ходом реализации проекта. Сегодня мы приехали проинспектировать реализацию мероприятия в рамках соглашения между Министерством труда и клинической больницы номер один Махачкалы для многодетных семей, малоимущих. Напомню, что в рамках этого соглашения обследование проходит не только мама и папа, но и все члены семьи, то есть дети тоже. Отзывы очень хорошие и услуга оказалась очень популярной. То есть мы теперь хотим заключить соглашение с железнодорожной больницей, чтобы они обследовали членов семьи, участников СВО. Мы планируем до конца года около 100 семей обслужить. Если понадобятся дополнительные какие-то или исследования, или стационарная помощь, мы тоже готовы оказать всю необходимую помощь. Эти простуды нет. Какие-нибудь постоянные жалобы в состоянии здоровья ребенка? Нет. Глава республики Сергей Меликов вручил именные часы военнослужащей из Дагестана Бадье Валиевой. Она работает медсестрой, помогает врачам и нуждающимся в зоне СВО поддержать свою страну и быть опорой для своей семьи, которая также находится на передовой. Именно эта причина побудила ее поехать в зону боевых действий. С прошлого года, с марта месяца я нахожусь в зоне боевых действий. Приезжала я до этого на СВО с гуманитарной помощью. А далее я уже поняла, что следующая моя поездка будет в качестве уже военнослужащего. И я выехала как доброволец, подписала контракт, стала военнослужащим и начала работу в зоне специальной военной операции. Впервые у меня была встреча с главой республики Дагестан Сергеем Олеговичем Меликовым. Для меня эта встреча была честью для меня. Наверное, находясь там, в зоне специальной военной операции, я всегда спокойна тем, что есть такой глава республики, есть такой человек, который защищает нас, который ждет, который помогает и поддерживает мою республику, всех моих земляков, родных и близких. 10 тонн бутилированной воды и 500 продуктовых наборов будут доставлены жителям Курска, пострадавшим от нападений вооруженных групп. Отправку гуманитарного груза организовал благотворительный фонд «Инсан» при поддержке Муфтеатра Республики Дагестан. По словам представителей фонда, средства для оказания помощи были собраны за короткое время, сразу после объявления о сборе. Гуманитарную помощь планируют доставить уже через сутки. По прибытию, наверное, уже будет такая ясность в плане медикаментов, даже количество людей, что так сделаем. Все дополнительно, еще нужно будет, «Иншала», еще несколько фур отправим, если нужно будет. Сейчас посмотрим. И к новостям спорта. Борец Магомед Рамазанов претендует на золотую медаль Олимпийских игр в Париже. Награду высшей пробы в весе до 86 кг он будет оспаривать в поединке с олимпийским чемпионом из Ирана Хасаном Яздани. Встреча пройдет сегодня ночью. А накануне дагестанский вольник, представляющий Болгарию, на последних секундах вырвал победу в полуфинале у американца Аарона Брукса. На бронзу в этом же весе также претендуют наши борцы Даурен Куруглиев и Жабраил Шапиев. Состав махачканинского «Динамо» пополнился атакующим полузащитником из Ирана. Контракт с дагестанской командой подписал 21-летний Мохаммад Джавад Хасейнеджад. Новичок «Динамо» перешел из Сипахана, клуба иранской пролиги высшего дивизиона. Он сыграл два матча за сборную Ирана и 26 игр за клуб в чемпионате и азиатской лиге чемпионов. Джавад будет играть за наш клуб под десятым номером. Напомним, что завтра махачкалинцы в гостях сыграют с московским «Локомотивом». На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова